Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам по повышению результативности в сфере молодежной политики. Миллионы юношей и девушек Узбекистана – решающая сила нашего общества. И нет сомнения, пройдут каких-то 10-20 лет, и получившая сегодня мощный заряд энергии и поддержки, нынешняя молодежь обеспечит прорывной страновой рост. Да, каждое государство, думая о своём будущем, особое внимание уделяет молодёжи. И Узбекистан в этом стратегическом направлении имеет своё чёткое видение. Каковы приоритетные задачи современного этапа? Какие условия созданы, с какими проблемами сталкивается сфера, и каковы пути их решения? Эти и другие вопросы в центре внимания нашего государства и президента лично. Лидер страны на каждом мероприятии в ходе своих рабочих поездок в регионы особое внимание уделяет жизни юного поколения, его проблемам. Президент постоянно среди молодёжи. Всегда с ним. Да, новый этап реформ в Узбекистане выдвинул на первый план вопросы развития человеческого капитала. И в эту программу вошли все, без исключения, направления молодёжной политики. Начиная с момента рождения и далее по всем уровням. Дошкольное, школьное, профессиональное, вузовское образование, вопросы широкого вовлечённости в инновационную деятельность, культуру, искусство, спорт, формирование медиа-информационной грамотности, современных предпринимательских навыков, активного мировоззрения и сильной гражданской позиции. Всё это в актуальной повестке сегодняшнего дня. За последние шесть лет приняты десятки законодательных и нормативно-правых актов, посвящённых вопросам обеспечения эффективности государственной молодёжной политики. 30 июня по инициативе президента был объявлен Днём молодёжи. Работы проделано немало, но ещё больше, уверен, президент предстоит реализовать. Анализ осуществлённого, целевые ориентиры и конкретные механизмы реализации задач были озвучены на сегодняшнем видеоселекторе. Сегодня в стране насчитывается более 19 миллионов молодых людей в возрасте до 30 лет, или 55% населения. Если ежегодно на рынок труда выходят 600 тысяч молодых людей, то в ближайшие 10 лет это число достигнет 1 миллиона. Поэтому особое внимание уделяется обеспечению качественного образования, профессиональной подготовке и трудоустройству молодёжи. Для организации этой работы в Махалях была создана вертикальная система управления. Самоотверженные и предприимчивые лидеры молодёжи были назначены в более чем 9400 сходах граждан. Посредством этой системы для молодёжи было создано более 100 возможностей. Запущена адресная поддержка. Например, только в прошлом году на молодёжное предпринимательство выделено кредитов на сумму 4 трлн сумм, запущено 150 тысяч проектов, создано 325 тысяч рабочих мест. Выделено 43 тысячи гектаров земли и обеспечена занятость 435 тысяч юношей и девушек. За счёт субсидий более 32 тысяч молодых людей получили оборудование, инструменты и компьютеры. Большая работа ведётся и по социальной поддержке. В частности, в прошлом году 130 тысячам студентов было выдано 1 трлн 700 миллиардов сумм образовательных кредитов. Обучение женщин в магистратуре стало бесплатным. 53 тысячи нуждающихся студентов получили средства на оплату контрактов. Ассигнования на оплату аренды жилья были выделены 81 тысячи студентов. Впоследствии в молодёжной тетради 300 тысячам юношей и девушек оказана помощь на сумму около 600 миллиардов сумм. Но, как отмечалось на видеоселекторе, в сфере всё ещё немало острых проблем. Так, несмотря на создаваемые условия, некоторые хакимы и министры серьёзно не занимаются вопросами молодёжи. Подвергнуто критике то, что обеспечение занятости молодёжи идёт недостаточными темпами в городе Термес. В Чаракчинском, Казбинском, Ургутском, Шарабадском, Ангорском, Узунском, Музрабадском, Амударинском, Дехканабадском, Алтынсайском, Шарафрашидовском, Осакинском, Камашинском, Тахиаташском и Пешкунском районах. Сегодня в стране насчитывается 722 тысячи официально безработных молодых людей. Чтобы более чётко и адресно организовать работу в этой сфере, особое внимание было уделено 9 миллионам молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Впервые анализ 25 министерств и ведомств был объединён в единую электронную базу данных. Социальное положение, способности, интересы были изучены и разделены на три категории. 4,4 миллиона молодых людей, которые учатся или работают, вошли в категорию «хорошая». 4,6 миллиона юношей и девушек, которые не смогли найти работу в официальном секторе, но экономически активны, отнесены к категории «средняя». И 396 тысяч молодых людей, нуждающихся в помощи, вошли в категорию «тяжёлое положение». На встрече глава нашего государства выдвинул много новых инициатив по совершенствованию работы с молодёжью. К каждому министру и его заместителям, хакимам областей, районов и городов, руководителям секторов, ректорам, командирам Национальной гвардии воинских частей, поимённо закреплены по 50 нуждающихся во внимании молодых людей. Они будут поддерживать находящихся под их защитой ребят в профессиональном обучении, трудоустройстве, посредством получения кредитов, субсидий и предоставления гарантий. Самая многочисленная и основная группа – 4,6 миллиона молодых людей, которые относятся к средней категории. Это граждане, которые не имеют работы, либо заняты в неофициальном секторе, или же уехали на заработки за границу. Для обеспечения занятости такой молодёжи было подчёркнуто, что в первую очередь следует пересмотреть систему приёма на работу. Например, в настоящее время имеется 254 тысячи вакансий в более чем 103 тысячах организаций. Однако в прошлом году не смогли найти работу более 6 тысяч юношей и девушек, окончивших высшие учебные заведения, и 30 тысяч юношей и девушек, окончивших колледжи и техникумы. Поэтому теперь каждое министерство будет само определять квалификационные требования к профессиям в своей сфере. Также министерства будут отныне не только заказчиками для высшего и среднеспециального образования, но и совместно разрабатывать их учебные планы. Известно, что в 2021 году введена практика возврата социального налога предприятиям, на которых работает молодёжь в возрасте до 25 лет. За истекший период ею воспользовались более 7 тысяч предприятий и было трудоустроено 100 тысяч молодых людей. Глава государства дал поручение продлить срок действия этого положительного опыта ещё на два года. Было принято решение о создании электронной платформы фонда Янги Узбекистон Йошлары Ташабуслары. В фонд будет выделено 100 миллионов долларов, и эти средства будут направлены на лучшие идеи, стартапы и проекты талантливой молодёжи на удобных и выгодных условиях. Отмечено, что средства фонда молодёжной тетради следует направить на более качественное профессиональное обучение и трудоустройство. На встрече также обсуждались вопросы организации содержательного досуга молодёжи. Сегодня полтора миллиона молодых людей посвящают своё свободное время изучению иностранного языка. Но таких положительных примеров в других направлениях мало. В частности, в ходе недавнего опроса многие молодые люди заявили, что в их махале нет условий для занятий спортом и объектов занимательного досуга. Поэтому на первом этапе поставлена задача организации молодёжных парков в областных центрах, а позже и в районах. В них должны быть предусмотрены условия для спорта, киберспорта и интеллектуальных игр. Чтение, караоке, культурные мероприятия будут проводиться в парках отдыха и скверах. В нынешнюю эпоху глобализации возрастают угрозы воспитанию и сознанию молодёжи. В прошлом году правоохранительными органами было выявлено 86 незаконных виртуальных религиозных ячеек. А сколько чуждых идей беспрепятственно поступает извне. Абдулла Авлуа не отмечал, что счастье каждой нации зависит от хорошего воспитания молодёжи. Однако сегодня подчёркнуто на видеоселекторе охват и эффективность духовной пропаганды невелики. Поэтому было отмечено необходимо совершенствовать деятельность Центра духовности и просветительства, защищать молодёжь от идеологических угроз, формировать у неё здоровое мышление. В целом было принято решение разработать программу «Молодёжь нового Узбекистана», направленную на эффективную организацию государственной политики в этой сфере. Президент подчеркнул, что работа с молодёжью – важная задача всех руководителей широкой общественности и всего нашего общества. По механизмам реализации выдвинутых президентом инициатив выступили ответственные руководители сферы – хакимы областей. Продолжение следует...